Сегодня мы расскажем еще об одном уголовном деле, в котором вновь задействованы так называемые эксперты, которые издеваются над истиной и ставят под удар честь, свободу, достоинство людей. Я думаю, что они занимаются этим не первый год, поэтому вывести на чистую воду этих псевдоэкспертов, хотя и с высокими, на этот раз с высокими учеными степенями, является нашей задачей. И мы обратимся сначала к некоему поручению, поручению о производстве отдельных следственных действий, отдельных следственных действий, оперативно-разноскных мероприятий. Это поручение направлено в Рио начальника ЦПЭ УВД по ЦАУ, ГУ МВД России по городу Москве, то есть Центр противодействия экстремизму, майору Агееву. Произошло это 13 мая 2015 года. Поручение было направлено следователем по ОВД СУ, следственного управления по ЦАУ, ГСУ, СК России по городу Москве, некой Н.А. Талаевой. К сожалению, здесь не указано ее звание, мадам Талаевой. Короче говоря, следователя это нам достаточно. Из этого поручения следует, что за дело было возбуждено и какое я лично к нему имею отношение. В производстве следственного управления по ЦАУ находится уголовное дело, номер такой-то, возбужденное 5 марта 2015 года, по признакам преступлений, предусмотренных С.11Т282, Ч.11Т282 УК РФ в отношении Барабаша КВ. Что такое С.11Т282, я не знаю. Короче говоря, речь идет опять о пресловутой 282-й статьи. Но в данном случае есть некоторые отклонения от обычного хода дела. В ходе предварительного расследования установлено, что Барабаш, здесь написано правда Барабаша или Барабаша, не знаю, видимо пол человека, с которым имеет дело следователь Талаева, может нам ее Талаев называть, неизвестен. Итак, в ходе предварительного расследования Барабаша, имея умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам принадлежности к определенной социальной группе, В неустановленное следственным временем, но не позднее 10 апреля 2013 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, принял участие, как представитель ИГПР ЗОВ, инициативная группа по проведению референдума за ответственную власть, В выступлении в одной из аудиторий для проведения пресс-конференции, где произнес речь, которая согласна заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, номер такой-то, от 5 сентября 2014 года содержит совокупность психологических и лингвистических признаков возбуждения вражды или ненависти по отношению к представителям власти, министрам-чиновникам, президенту Путину, которые представлены как враждебная группа, барабаш обосновывает необходимость борьбы с ней, в том числе насильственными способами, а также содержится совокупность психологических и лингвистических признаков, унижения представителей власти. Безграмотность с точки зрения русского языка, она соответствует и юридической безграмотности, видно, что следователь выполняет политический заказ, не ведет следствие и действительно имеет какие-то основания для того, чтобы это следствие проводить. Эта дама не знает пол Кирилла Владимировича Барабаша, по крайней мере здесь так написано, что можно понять двояко, и пишет, ну просто, вы понимаете, что это вот то, что я сейчас процитировал, это просто бред, бред человека, который не умеет по-русски изложить свою мысль и не умеет юридически правильно ее сформулировать. В неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, принял участие, там, все неустановленное, но состав преступления имеется. Ну это же бред неправильно. Он же Барабашими умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам принадлежности к определенной социальной группе, уже установлено, что к социальной группе, в неустановленном следствии время, не позднее того же вот 2013 года, находясь на площадке возле памяти к солдату Отечественного, расположенного по адресу Москва, Люблинская, вблизи дома 157, корпус 3, принял участие, как представитель ГПР ЗОВ, в митинге, посвященном выражению протеста против национального унижения и социальной справедливости, противозаконных действий полиции и противоправных решений, а также празднованию дня 1 мая и выражения протеста против ареста полковника Квачкова. Барабаш, реализуя свой преступный умысел, находясь в вышеуказанном месте, произнес речь, которая, согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы от сентября 2014 года, содержит совокупность психологических и лингвистических признаков возбуждения вражды ненависти по отношению к представителям власти, в том числе сотрудников правоохранительных органов, которые представлены как враждебная группа. Барабаш обосновывает необходимость борьбы с ней, в том числе насильственными способами, а также содержит совокупность психологических и лингвистических признаков, по унижению представителей власти, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Вы видите три абзаца, три идентичных фрагмента, то есть повторяется одно и то же. Это в психдоме только такое возможно. Видимо, из психдома вот это поручение мадам Талаева направляет. В ходе предварительного следствия Барабаш представил внесудебное социолого-политологическое исследование Савельева А.Н., то есть в выводах которого содержится, что представители... Невозможно читать, потому что абсолютно безграмотная бумага. Содержится что? Содержатся выводы, может быть, что представители власти, сотрудники правоохранительных органов не относятся к социальной группе на основании изложенного и руководствуясь пунктом 4.5 части 2 статьи какой-то 30 или 300 какой-то или частью 1 статьи 152 ОПК прошу поручить сотрудникам вверенного вам подразделения оперативным путем проверить, внимание, что они будут проверять, что им поручено, когда, какие учебные учреждения окончил Савельев А.Н., разделяют ли взгляды Барабаша в отношении органов власти и управления, является ли участником какой-либо общественной организации, каких придерживается политических, общественных взглядов, принимают ли участие в митингах, установить места их проведения. То есть поставлены чисто политические задачи, политической слежки, какие политические взгляды у меня, если я подготовил экспертизу, то непременно надо узнать, к какой я организации отношусь, какие мои личные данные. И вот это мадам Талаева считает возможным заказывать в Центру противодействия экстремизма вот сбор такого рода данных против меня. А теперь почему она это делает? Потому что она получила заказ. Получила заказ на то, чтобы Кирилл Владимирович Барабаш был привлечен к ответственности и, видимо, осужден. Но мешает этой даме отсутствие каких-либо доказательств, какой-либо базы для того, чтобы это сделать. И поэтому она обращается к экспертам. Эксперты безграмотные. Ну что ж делать? Я вот этих экспертов разоблачаю и говорю постоянно о том, что экспертиза, которую используют при возбуждении уголовных дел по 282 статье, просто никуда, ни в какие ворота не лезет. Но этой даме нужны какие-то возможности для того, чтобы продолжать свою неблаговидную деятельность. Я бы даже сказал, что это преступная деятельность. И преступления втянут в центр противодействия экстремизму, втянуты следственные органы, видимо, прокуратура, суд. Тоже все это будет сплетено в одну единую преступную группу, которая реализует преступные цели. Преследование Кирилла Владимировича Барабаша за его политические взгляды, за его оценочные суждения в адрес представителей власти, за критику в адрес президента, министров, чиновников и так далее. То есть то, что положено по политическому процессу, критические замечания, критические высказывания в адрес органов власти, конкретных представителей власти, все это считается политической неблагонадежностью. И если я мешаю, как эксперт, как специалист, если я мешаю этим людям совершать свои преступления, то есть преследовать граждан по политическим взглядам, значит на меня надо собрать досье. Вот такое досье предложено собрать Центру противодействия экстремизма по Центральному административному округу города Москвы. Ну, коль скоро они там все рядом, они все рядом с Кремлем, поэтому они являются вставленниками Кремля. Как я предполагаю, все эти люди не по профессиональным качествам поставлены на должности, а выполняют прямые политические задачи. Вот, в частности, возбуждили дело по 282 статье. Пришел мне адвокатский запрос от адвоката Суханова, который сообщил мне, что возбуждено вот такое-то дело, которое мы сейчас кратко очертили. Проведены какие-то социологопсихологические экспертизы, я их не читал, но, честно говоря, в данном случае это не нужно, это просто удлинит повествование. Заключениями экспертов установлено лишь возбуждение вражды по отношению к представителям власти, в том числе к сотрудникам правоохранительных органов и президенту Путину. Однако эти представители власти являются государственными служащими и не относятся ни к каким социальным группам, а являются гражданами, осуществляющими профессиональную служебную деятельность на должности Федеральной государственной службы и получающим за это денежное содержание своего нанимателя у Российской Федерации, то есть у нас, у граждан. Но они как-то об этом, конечно, не помнят, но как-то надо им напоминать. Таким образом, эксперты не установили в инкриминированных Барабашов о деяниях, признаков состава преступления, предусмотренных в статье 282, поскольку возбуждение вражды к представителям власти не является деянием, запрещенным законом под угрозой наказания. Соответственно, в его действиях отсутствует состав преступления. Я с этим высказыванием адвоката полностью согласен. Для обоснования мною ходатайства о прекращении уголовного дела прошу вас провести социолого-политологическое исследование, в ходе которого дать ответ на вопрос, относятся ли российские чиновники, в том числе сотрудники правоохранительных органов и министров к социальной группе, если относятся, по каким признакам они выделяются из остального населения России. То есть, вот это является исходным моментом, когда я подключился к этому уголовному делу, а одним из промежуточных пунктов было назначение сбора сведений обо мне как о гражданине, как о гражданине, который вправе заниматься политикой, вступать в общественное объединение, выступать на митингах, занимать какую-то позицию, сходную или отличную от кого-то, это не важно. Но, тем не менее, Центр противодействия экстремизма оказывается у нас политической полицией, что, конечно, является противозаконным деянием, то есть, вся эта структура оказывается преступной. И мадам Талаева с очевидной правовой наивностью это все проясняет. Она дает задание Центру противодействия экстремизму как политической полиции. И на меня начинается сбор сведений. И потом мы вернемся к этому вопросу, какие сведения они собрали, тоже весьма асимптоматично, как они работают. То, что они бездельники и преступники, я в этом не сомневаюсь, но мы должны это подкрепить какими-то конкретными данными. Вот мы их и подкрепим. А пока мы обратимся к тому, о чем, собственно, шла речь. Чиновники все очень хотят быть социальной группой, потому что, ну так они написали закон. Вот если бы они написали закон, любая критика власти является преступным деянием, смс-статью, такой-то уголовного кодекса. Тогда бы у нас официально были бы признаны политические заключенные, тогда у нас были бы политические преследования, как официальное действие. Сейчас этого действия они предпринять не могут, поэтому используют уголовный кодекс для того, чтобы представить нас, политических деятелей и политически активных граждан, как преступников, которые совершают деяния, возбуждая рознь, то ли к этнической, то ли к религиозной, то ли к социальной группе. Но поскольку чиновники, которых мы критикуем, не являются ни религиозной, ни этнической группой, это очевидно кажется всем, хотя, может быть, они когда-нибудь докажут, что и это не так, то они решили себя объявить социальной группой. И это такое вот поветрие, которое бродит в органах власти и захватывает еще и научную среду. Мне предстояло доказать, что чиновники, должностные лица, представители государственной власти не являются социальной группой и не могут таковой являться в принципе. Поэтому вот и было составлено это внесудебное социолого-политологическое исследование. Для меня оно является, безусловно, частью моей профессии. И только исходя из этого я и взялся за это. Я бы по какой-то другой теме, наверное, экспертизу бы не стал проводить. У меня достаточно большой стаж работы. Официально я с 90-го года. Первая моя политическая должность, оплачиваемая, это член комиссии по делам общественных объединений в городе Москве, в Московском городском совете. Поэтому с тех пор я постоянно наблюдаю за социальными и политическими процессами не только в Москве, но и в Российской Федерации. У меня есть степень доктора политических наук по теме политические институты и процессы. Поэтому я понимаю, о чем я говорю. Я владею этой информацией, владею методиками научного анализа, знаю литературу. И вот я привожу список литературы. Здесь фундаментальные труды. Макс Вебер, Петерим Сорокин. Несколько публикаций текущих, а также те публикации, которые связаны со статусом государственных служащих различных подразделений, правоохранительных органов в том числе. И я показываю на основе этой литературы, являются ли эти люди по совокупности или отдельно какими-то фрагментами все эти государственные служащие, социальной группой. Не являются. Это вывод достаточно очевидный, на мой взгляд. Но поскольку требуются какие-то доказательства, пусть очевидные превратятся в вывод из некоторого текста, который основан на научной базе. И вот в результате проведенного исследования установлено следующее. Поставленный передо мной вопрос содержит в себе несколько проблем. Определение понятия 소циальная группа в соотнесении с этим понятием группы лиц, очерченные понятием чиновники, должностные лица. В соотнесении с понятием социальная группа понятия представители власти, сотрудники правоохранительных органов, министры. Признаки группы определяемых указанными понятиями. Термин «социальная группа» не только в публицистике, но и в науке не имеет однозначного определения, и его значение возможно установить только из контекста. Соответственно, отсутствует и четкое правовое понятие «социальная группа». Кроме того, в современном обществе свободный выбор стиля и жизни приводит к постоянному переходу индивида из одной социальной группы в другую, границы между ними размываются. В то же время понятие остается функциональным, поскольку позволяет вполне однозначно установить, что не является социальной группой. Так называемое апофатическое отрицательное определение по свойствам и признакам, которые должны отсутствовать у определяемого объекта или по указанию на объекты, которые не являются определяемым объектом. Подобное определение используется не только в богословии и гуманитарных науках, но и в естественных и даже точных науках. Классик социологии Макс Вебер предпочитал использовать термин «статусная группа». При этом он писал, что общество – это конгломерат социальных групп, причем частичные расхождения во взглядах и интересах обусловлены различным статусом, а частичные совпадения во взглядах и интересах требуют исследования имевших место в прошлом конфликтов и причин их возможного разрешения, ведущего к формированию модели господства и согласия. Вот, собственно, все, что было сказано о социальных группах Максом Вебером. К сожалению, ничего больше почерпнуть из его работ по поводу социальных групп невозможно, но некоторые пытаются. Имеющиеся на сегодняшний день определения крайне неудовлетворительны. Например, в системе образования утвержден следующий стереотипный ответ на вопрос, что такое социальная группа, вошедшая в социологические словари. Социальная группа объединения людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их участии в некоторой деятельности, связанная с системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными социальными институтами. Это и способия для подготовки к единому государственному экзамену общества знания 2010 год. Таким образом, в данном случае мы видим отсылку определения социальной группы к признаку, сформированному некой деятельностью и системой отношений, которые, в свою очередь, регулируются социальными институтами. В учебной и научной литературе признается, что социальная группа фактически не имеет общепринятого определения. Я даю ссылку на учебник социологии, где сказано, что, несмотря на то, что понятие группы является одним из самых важных в социологии, у ученых нет полного согласия относительно его определения. Даже группы, не то что социальные группы, а вообще группы. В частности, невозможно соотнести никакую группу представителей социальной группы, даже если ее можно мысленно отождествить, как совокупность всех людей, входящих в данную группу, с самой социальной группой. Другую цитату я привожу. Мы не можем отождествить агентов, объективирующих позицию, с самой позиции, даже если совокупность этих агентов является практической группой, мобилизованной для единых действий ради общего интереса. Это журнал «Социологические исследования». Таким образом, даже осознанное самоотнесение индивидов к социальной группе вовсе не означает, что они к этой группе принадлежат и даже что эта группа существует. Социальная группа оформляется на самых разных основаниях, не столько по самоопределению, сколько по внешнему признанию с точки зрения других людей, точнее, как факт общественного сознания, определяющего конструкцию общества в целом и отражающий наличные и социальные отношения. Фактически это означает, что нестабильное общество, а российское общество относится к таковым, не имеет устойчивых социальных групп, устойчивой социальной структуры общества, за исключением больших социальных групп, которые учитываются по социально-демографическим, антропологическим и культурным факторам и имеют объективную природу, возрастные, имущественные, соотнесенные с уровнем работоспособности, образованием, а также с расой, религией и этнической принадлежностью. То есть там, где есть объективная сторона, где она может быть выявлена. В то же время формальное юридическое определение многих из этих групп практически невозможно, поскольку научные методики определения границ этих групп крайне трудоемкие и методически недостаточно проработанные. В Российской Федерации не существует формальной и где-либо зафиксированной методики соотнесения и даже самоотнесения граждан к расе, религии, этносу, той или иной имущественной группы и так далее. То есть речь идет о том, что вообще определить социальную группу как таковую невозможно. Невозможно сказать, вот группа лиц, которая упомянута по каким-то признакам или пофамильно перечислена, относится к какой-то социальной группе, невозможно. Невозможно. Само наличие некой группы должно означать стабильность ее как явления, а это значит стабильность социальных отношений. Только в этом случае возникают признаки группы. Однородность, групповое сознание, внутреннее взаимодействие вместе с системой знаковой коммуникации, идентичность вместе с опривычиванием в качестве члена данной группы и внешнее признание вместе с стигматизацией, символным оформлением ярлыков так называемых. Ну ничего этого нет. Давайте представим себе государственную службу. Там есть какие-то внешние признания, есть какая-то идентичность в качестве члена группы. Ну каждый может быть просто уволен с государственной группы и привет, какой же ты государственный служащий после этого. И так далее. То есть проблемы с определением социальной группы вообще очень сложны. И что такое социальная группа, по большому счету никто не знает. И мы увидим, что не знают этого и люди, которые якобы специально этими вопросами занимаются. Обычно под словом «чиновник» понимает государственное должностное лицо, имеющее чин. Это понятие перенесено в современную жизнь через публицистику. По смыслу, публицистическому понятию «чиновник» соответствует и юридическое, и научное понятие «должностное лицо». Во всех случаях речь идет о связи лица с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или же социально-государственных функций, например, полученных в результате выборов. При всем разнообразии определений, должностное лицо – это всего лишь лицо при должности, чине, которое наделено функциями принятия решений. Следует разделять должностное лицо, исполняющее государственные функции, должностное лицо общественной организации или частного или государственного предприятия. Следуя логике вопроса, поставленном перед экспертом, необходимо отметить, что должностное лицо на государственной службе и в сфере предпринимательства исполняет свои обязанности на платной основе, а в общественных организациях зачастую на общественных началах, то есть бесплатно, что в значительной мере исключает мотив обеспечения личных потребностей за счет исполнения служебных обязанностей. Отметим, что при рассмотрении понятия «чиновник» должностное лицо речи не идет обо всех госслужащих и не обо всех сотрудниках предприятий и общественных организаций, а только лишь о тех, кто принимает организационно-распорядительные административно-хозяйственные решения. Именно такое понимание должностного лица, действующего на государственной службе, имеется в Уголовном кодексе РФ. Расширенное понимание должностного лица имеется в Кодексе об административных правонарушениях, статья 2.4, которая включает в себя не только должностных лиц государственной службы, но и работников иных организаций, исполняющих сходные функции. В публицистике зачастую смешиваются понятия «представитель власти» и «должностное лицо». Представитель власти – это не всякое должностное лицо, а лишь должностное лицо, наделенное законными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. Таково понимание представителей власти в Уголовном кодексе РФ. Представитель власти обнаруживает свой статус во взаимоотношении с гражданином. Когда, например, полицейский вас берет под руку и говорит «пройдемте», вы ему не подчинены формально, но обязаны выполнять его требования, если они законны, конечно. Чаще всего это происходит при исполнении обязанностей работников, правоохранительных и контролирующих органов. Таким образом, представитель власти – это лишь частный случай должностного лица, поэтому, рассматривая статус формальной группы «должностные лица», чиновники, мы одновременно рассматриваем и формальную группу представителей власти. «Российское право не предполагает наличию государственных или муниципальных должностных лиц, обособленных от общества в целом интересов, что противопоставило бы их всему обществу и сложившимся или складывающимся социальным группам. Напротив, все формальные группы, которые можно было бы составить из должностных лиц госслужбы или муниципальной службы, должны в своей деятельности исходить из интересов общества, а также законных интересов социальных групп. Реальная практика далека от правовых норм и в рамках корпоративно-бюрократической дегенерации государственных институтов вполне могут формироваться обосновленные интересы должностных лиц или их неформальных корпораций. В то же время такие интересы носят неправовой характер и не признаются как обоснованные другими формальными или неформальными группами и обществом в целом. Данное исследование последних лет свидетельствует, что в России образуется общий психологический профиль группы должностные лица, но в данном случае это означает не формирование социальной группы, а лишь определенных профессиональных навыков, неформальных правил за пределами должностных полномочий и корпоративной солидарности, порой переходящей черту закона. Ну кстати и в деятельности, как мы видим, следователя, Центра противодействия экстремизму, правоохранительных органов в целом, суда и чиновников, все это действительно формируется и в этом деле мы все это видим хорошо. Что касается обособленных интересов данной группы, то государственная власть предпринимает усилия, чтобы таковые у государственных служащих не появлялись, чему способствует принятие различными органами государственной власти этических кодексов, в частности модельный этический кодекс государственного служащего. Российская Федерация гласит, государственные служащие не имеют права подчинять государственный интерес частным интересам индивидов или политических, общественных, экономических и любых других групп. То есть он не может соотноситься с какой-либо социальной группой просто по тому этическому кодексу, который вот как модельный был разработан и присутствует, по крайней мере в сети интернет, его можно найти. Положение содержится в модельном кодексе поведения для государственных служащих, который разработан как рекомендации Комитета Министров Совета Европы о кодексах поведения для государственных служащих. Государственный служащий не должен допускать, чтобы его частные интересы сталкивались с его публичными служебными обязанностями и так далее. Также смотри указ президента Российской Федерации 2002 года об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих, не оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или социальным группам или организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций. Если же госслужащие составляют свою социальную группу, то тогда они явно зависимы, а им предписано быть независимыми. И нам доказывают, что они зависимы. Следователь Талаева и Центр противоэкстремизма и те эксперты, которые подключены к этому достаточно масштабному делу, они считают, что государственные служащие зависимы от своего социального статуса, то есть составляют отдельную социальную группу, которая обособлена со своими интересами, обособлена от всего остального общества. По факту это так, но в правовом смысле это не так. А мы все-таки стоим на почве права и требуем соблюдения правовых норм, в том числе и от следователя Талаевой, и от экспертов, которые морочат ей голову, и от Центра противоэкстремизма, который весь превратился уже просто в одну преступную организацию. Следуем дальше. Все это означает, что профессиональные требования к госслужащему предполагают отсутствие в его действиях и решениях какой-либо приверженности или, напротив, негативного отношения к интересам определенной социальной группы. Государственная служба предполагает реализацию совокупного социального интереса всего общества. То же самое касается и работников прокуратуры, суда, правоохранительных органов, правительства, президента и т.д. В общественных и предпринимательских структурах должностные лица могут отражать интересы определенных групп, и это может быть предписано соответствующими уставными задачами организации и предприятий, например, профсоюз. Тем не менее, сами должностные лица в этом случае включены в какую-либо группу и обязаны выражать ее интересы в соответствии со своей должностью. В частности, должностное лицо может быть обязано отставить интерес определенной социальной группы, на которую ориентирована соответствующая общественная или предпринимательская структура. Вместе с тем, платный характер исполнения обязанностей предполагает, что социальная функция носит обусловленный характер и исполняется в порядке найма, а не на основании сложившихся социальных отношений. Даже при совпадении жизненных ориентиров должностного лица, осуществляющего деятельность в интересах определенной социальной группы, служебный характер этой деятельности отделяет должностное лицо от социальной группы. Специфика работы по найму обособляет должностное лицо специфической сферой ответственности. Вхождение в соответствующую социальную группу может быть только неформальным, а формальные обязанности по должности от самой этой группы отделены именно спецификой функциональных обязанностей, осуществляемой заплату. Социальная группа в целом, даже если должностное лицо отставит ее интересы, не обладает соответствующей характеристикой. Она не может состоять из лиц, которые за плату осуществляют защиту интересов группы. Это было бы абсурдом и таких социальных групп просто не существует. Таким образом, ни государственные должностные лица, ни в совокупности, не будучи распределены по своим профессиональным ориентациям, не представляют собой социальные группы и не могут сформироваться в такую группу в принципе. Поскольку все должностные лица при исполнении своих полномочий действуют в рамках российских законов и должностных инструкций, без которых организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность немыслима, потому что немыслимо безответственное и произвольное исполнение соответствующих функций, мы имеем не сложившиеся естественным путем стереотипные формы поведения или соотнесения себя с группой, а установленные законом, уставом, инструкцией, то есть формальными правилами. Государственные должностные лица по смыслу своей деятельности не могут ни в совокупности, ни раздельно, при любом принципе деления и подбора воображаемой общности, быть соотнесены с социальной группой, ибо социум общества обособлен от государства именно неформальным порядком его формирования и свободой ассоциации в общественные структуры. Даже если служащие входят в какие-то социальные группы, то это вхождение не может быть связано с их должностными обязанностями, например, группа многодетная семья может отчасти состоять из лиц, которые находятся на государственной службе и являются должностными лицами, но при этом их вхождение в социальную группу никак не касается их должностного статуса. Поскольку должностные лица могут относиться к совершенно разным этническим, религиозным, имущественным, возрастным и так далее группам, они не могут представлять какой-либо большой социальной группы. В силу разнообразия своей деятельности и связанными с ними социальными отношениями, должностные лица не могут быть выделены в отдельную социальную группу. Таким образом, должностные лица в своей совокупности никак не являются социальной группой и ни при каких условиях такую группу образовать не в состоянии. Исходя из любых оснований, по которым определяется социальная группа, научных или публицистических, регламентирование деятельности приказами и дисциплинарной ответственностью не могут быть совместимы с этим понятием. Социальная группа в любом случае явление неформальное, не предполагающее отношений начальник-подчиненный, наниматель-наемный работник. В ней этические и в целом поведенческие нормы складываются под влиянием многих факторов. Исторически они утверждаются приказом. Для должностных лиц любых государственных, общественных, предпринимательских служб понятие социальная группа является внешним и никак не может быть применено ни к совокупности должностных лиц, чиновников, представителей власти, министров, президента и т.д., ни к профессиональным группам, включая правоохранительные. В российском законодательстве правоохранительным органам относятся военизированные структуры, осуществляющие оперативную и следственную деятельность на основании специальных законов. Такими являются органы прокуратуры, МВД, Следственный комитет, ФСБ, Министерство юстиции, ФСКН и некоторые другие службы. Эти структуры являются не только формальными, утвержденными нормами закона, но и построенными на принципах, свойственных военным организациям. Регламентация деятельности всех этих структур не имеет ничего общего со свободным самоопределением входящих в них лиц, что является обязательным свойством социальной группы. Любые изменения в деятельности указанных органов предполагают издание нормативных актов и приказов. Даже отношение с данными структурами формализировано приказами о назначении или отстранении от должности. Социальным группам подобные отношения не свойственны. Самоопределение социальной группы можно дополнить ее неприемлемым признаком. Отношения в социальной группе формируются свободно. В социальной группе не может быть никаких отношений формальной иерархии. Обратим внимание на своеобразие формирования этических норм в формальных структур, к которым относятся правоохранительные органы. Положение о службе об органах внутренних дел РФ. Сказано, сотрудниками органов внутренних дел РФ являются граждане РФ, состоящие в должностях рядового и начальственного состава органов внутренних дел или в кадрах Министерства внутренних дел РФ, которым, установленным настоящим положением порядка, присвоены специальные звания рядового и начальственного состава органов внутренних дел. Какое это имеет отношение к социальным группам? Никакого, абсолютно. В Кодексе этики прокурорского работника сказано, являясь представителями государства, прокурорские работники не социальной группой, а представителями государства. Тем самым прокурорские работники составляют группу представителей государства, а не какой-либо социальной группы. Также Кодекс предполагает, что работники прокуратуры действуют, не оказывая предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам. Следовательно, для них понятие «социальная группа» является внешним и никак не может быть применено собственно к совокупности прокурорских работников. Приказ Генеральной прокуратуры 2010 года гласит руководителям органов и учреждений прокуратуры исходить из того, что нарушение прокурорским работникам Кодекса этики прокурорского работника РФ учитывается при решении вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности, а в случае, когда данное нарушение выразилось в совершении проступка, порочащего честь прокурорского работника, влечет наложение дисциплинарного взыскания, что означает утверждение этических норм в приказном порядке, что совершенно исключено для социальной группы. Аналогичным образом сформулированы положения этического кодекса работников ВСИН, приказ службы исполнения наказаний, об отсутствии предпочтения какой-либо социальной группе. Следовательно, работники таких ведомств никак не могут составлять социальные группы, которые естественным путем стремятся удовлетворить свои интересы, а значит, отдает им предпочтение перед интересами других групп. Задача государственных органов и должностных лиц состоит в том, чтобы законными методами гармонизировать отношения между социальными группами, а не преследовать интересы своей собственной социальной группы. Если так произошло, то это за пределами закона, за пределами права является не только правонарушением, но и преступлением. Я уже не говорю о том, что является преступлением утверждения того, что государственные служащие представляют собой обособленную социальную группу со своими отдельными от общества интересами. Имеется и кодекс этического поведения сотрудников ФСБ, но, к сожалению, публикацию полного текста обнаружить не удалось. Но это, кстати, и симптоматично. Ничего о деятельности сотрудников ФСБ мы не знаем, кроме как о результатах разрушения государства в 1991 году, продолжается и сейчас, поэтому сотрудники ФСБ, видимо, действуют вне каких-то этических норм, по крайней мере, о них никому ничего не известно, может быть, им самим. Сотрудники правоохранительных органов в этих и подобных им документах ни разу не названы ни группой, ни тем более социальной группой. Таким образом, если в основном юридическом документе статус сотрудников не определен в качестве социальной группы, то вряд ли любые другие допущения и абстрактные конструкции могут быть основанием для квалификации этих сотрудников в качестве социальной группы, да к тому же еще и с обособленным юридическим статусом. Мы должны это отметить, потому что есть группы, которые сформированы в результате научного исследования, просто ученый подбирает какую-то группу, выделяет определенные признаки и пытается исследовать какие-то, скажем, поведенческие особенности тех людей, которые этим признаком обладают. Но сами люди в эту группу никак не сплочены и сами себя не относят к этой группе. В статьях Федерального закона 2002 года о противодействии экстремистской деятельности понять, что социальная группа использована лишь однократно. Экстремистские материалы, предназначенные для обнародования документа либо информации на иных носителях, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающая или оправдывающая необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителя Националистической партии Германии, Фашистской партии Италии, публикация, обосновывающая или оправдывающая национальное или расовое превосходство, либо оправдывающая практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение, отметим еще раз, совершение военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расы, национальной или религиозной группы. То есть понятие экстремизма только в отношении военных или иных преступлений, направленных против социальной группы, может быть по нашему закону, а наши так называемые правоохранители расширительно все это дело трактуют, и для этого им служит как раз русская 282 статья, примененная в данном случае. Речь идет о таких социальных группах, которые имеют массовый характер, которые образуются в представлении преступника на основе какой-либо дискредитированной в глазах общества идеологии, нацизм, расизм или связанных с ними предрассудков, и предполагают в отношении этих групп различные действия, терроризм, расу или религиозную дискриминацию. Закон обращает внимание на судьбу больших социальных групп, а не профессиональных или малых групп, в отношении которых или между которыми могут существовать вражда и рознь, преодолимые лишь применением других методов, не связанных с противодействием экстремизму, например, уголовного или административного права. В данном законе речь идет о таких конфликтах, которые вызывают нарушение прав и свободы человека и гражданина, причинение вреда личности и здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и религиозных лиц, обществу, государству или создающие реальную угрозу причинения такого вреда. Нет никаких оснований полагать, что конфликты между государственными служащими, чиновниками, должностными лицами с одной стороны и гражданами с другой стороны могут представлять такую угрозу, поэтому они не относятся к разделу экстремистских. Ничего не говорится о такой возможности и в самом законе. Это и разумно, поскольку конфликтность в отношениях чиновник-гражданин, начальник-подчиненный является повсеместной и естественной при условии разнородных интересов и противоречивых статусов, а также в связи с кризисным состоянием государственной службы, некомпетентность, коррупция и т.д. Таким образом, смысл положений закона очевидным образом демонстрирует ориентацию на проблемы большой социальной группы, а не каких-либо профессиональных или иных групп, включая должностных лиц в целом или некоторых их категорий. Зачастую критика должностных лиц беззаконно определяется как призыв к совершению экстремистских действий. В то же время в контексте любых публичных выступлений речь всегда идет о тех должностных лицах, которые пренебрегают своим долгом и совершают преступления. Призывы к привлечению их к ответственности, возбуждение общественного мнения против преступников среди должностных лиц являются не только правом, но и обязанностью ответственных граждан, которые должны требовать для себя и для общества утверждения ответственности перед законом и обществом и общественным мнением власти. Возбуждение ненависти к должностному лицу, группе должностных лиц или даже ко всем должностным лицам порой опрометчиво считают преступлением, в особенности в тех случаях, когда критика носит неконструктивный характер и излагается в экспрессивных выражениях. Предосудительность такой критики, тем не менее, не дает возможности использовать против лиц, выступающих с такой критикой, законодательство, связанное с противодействием экстремизму. Даже призывы к уничтожению какой-либо профессиональной группы, например, чиновников, как правило, предполагают не физическое истребление, не беззаконие, а устранение некой деструктивной функции, например, связанной с разложением государственного аппарата, повсеместной коррупцией, изменной долгу, пренебрежением интересам граждан. Призывы к смертной казни для преступников и изменников – это, как правило, не призыв к беспорядкам и совершению преступлений, а призыв к восстановлению смертной казни за определенные преступления. Из сказанного следует, что любые призывы, направленные против должностных лиц, представителей власти, сотрудников правоохранительных органов, являются формой протеста против их деструктивной деятельности, формой критики, требованием установления для них особой ответственности. Даже если эти призывы выражены в самых крепких выражениях, они не направлены на разрушение основ жизни общества и государства, а на их укрепление. Следовательно, указанные призывы не могут подпадать под действие антиэксеримистского законодательства, а при наличии признаков правонарушения они могут преследоваться с использованием других правовых средств. Все речевые формы публичного выражения мнения, как письменного, так и в основном, могут сопровождаться экспрессией, недомолвками, речевыми и фактическими ошибками. Логическими несообразностями и другими дефектами, которые не позволяют в полной мере выявить умысел автора соответствующих высказываний или текстов, что серьезно ограничивает саму возможность уголовного или административного преследования выражения мнений, даже если форма такого выражения выглядит антиобщественной и антигосударственной. Выводы. Первое. Государственные служащие, должностные лица всех типов, чиновники государственные и муниципальные должностные лица не являются социальной группой и не составляют в какой-либо выборке из данных групп никакой социальной группы. В индивидуальном плане все эти лица являются представителями государства в указанных выше случаях общественных организаций и предприятий, а не какой-либо социальной группы. Деятельность этих лиц представлена таким образом, что идентификация их как социальной группы являлась бы противозаконной и антиобщественной. Второе. Указанный вывод распространяется на всех государственных и должностных лиц и представительной власти – президента, министров, правительств, региональных и муниципальных должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, работников судебной системы и т.д. Третье. Идентификация должностных лиц, служащих государственных структур при исполнении ими своих обязанностей, определяется исключительно законодательством и ведомственными актами, а не историческими, социально-экономическими, социокультурными основаниями, которые лежат в основе формирования социальных групп, имеющих широкое поле деятельности, нерегулируемые нормами права. Что в ответ? В ответ на это возвращаемся к тому, что следователь Талаева направила в Центр противодействия экстремизму по Центральному административному округу Москвы. И вот ответ майору полиции Агееву от, трудно расшифровываемая аббревиатура, ЦПУВД под САУА-5, лейтенант полиции Кирюхин. Лейтенант полиции Кирюхин, поскольку ему было поручено, вот он и направляет майору Агееву, а тот, соответственно, следователю. Кто-то тут даже пишет «Согласен», непонятно кто, чья роспись, нерасшифрованная, но роспись написана «Согласен». Согласен, неизвестно кто, вот майор Кирюхин с очень такой вычурной подписью, вот не знаю, будет видно, нет. Вот такая подпись обычно свидетельствует о том, что с человеком не все в порядке. И вот почему не все в порядке, сейчас мы это проверим. Рапорт. Докладываю вам, что мной в рамках поручения следователя по УВД Талаевой 13 мая 2015 года по уголовному делу такому-то возбужденному проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в том числе мониторинг сети интернет по установлению личности Савельева А.Н. То есть мой паспорт, копия которого была направлена вместе с этим исследованием, это ничего не значит. То есть тут начинается установление личности, и не просто личности, а исследование личности. На каком основании спрашивается, я что, подозреваемый? Или я свидетель по этому делу? На каком основании исследователь потребовал исследования личности, а вот этот господин Кирюхин этим занимается? В ходе ОРМ оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Савельев Андрей Николаевич родился тогда-то, там-то, в 79 году окончил школу, в 85 году Московский физико-технический институт, с 85 по 90 год работал на институте химической физики, в 90 году окончил аспирантуру, получив ученую степень координата физико-математических наук. Это какое отношение имеет вообще к делу? В 92 году Савельев увлекся политологией, откуда знает этот человек, что я увлекся политологией, когда я увлекся? Даты явно не соответствуют реальности, потому что, как я уже сказал, с 90 года я занимал уже должность, которая предполагает исследование политических и социальных процессов. В 93 году окончил два курса Московского юридического института, вот такие подробности, откуда они известны, спрашивают. В 94 году курс специалистов фондового рынка, спасибо, разносторонность моих образовательных усилий здесь отражена. В 2000 году Савельев защитил докторскую диссертацию по политическим наукам, по специальности политические институты и процессы. Спасибо, какое имеет это все отношение к делу против Кирилла Барбаша. В марте 2006 года стало известно, что имя Савельева было включено в справочник «Ультраправые радикалы в России», изданное представителями ряда правозащитных антифашистских организаций. Ну, группа негодяев издала какой-то там справочник, меня внесла. Что дальше из этого? Кто-то проверял то, что там написано. Итак, справочники Савельев вместе с лидером русского национального единства Баркашовым, лидером народно-национальной партии Ивановым Сухаревским, лидером Словянского союза Дмитрием Девушкиным и главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым был назван одним из идеологов национализма в России. Ну, так и что из того? Ну, кто-то определил меня в идеологии, даже если я являюсь этим идеологом, какое это имеет отношение к делу, к моему исследованию, к моей научной деятельности, которая выражена вот в этом документе, который я сейчас процитировал. Ну, никакого. Я отмечу еще, что здесь попался Проханов рядом с моей фамилией. Ну, ладно, Баркашов, Демушкин, Иванов Сухаревский, понятно. Проханов-то даже попался. Поздравляю, Проханов-то это прокремлевский деятель сейчас. И вот он, оказывается, тоже определен как ультраправый радикал. У Савельева отношение к органу власти и прорывным структурам выдержанное, только если они действуют в его интересах. То есть у меня должны быть выдержанные отношения, и в том случае, если они действуют против моих интересов, ну, видимо, у них такая мысль у всех в голове, что все мы должны, даже когда против наших интересов действуют, быть очень лояльны к этой власти. Я считаю прямо противоположным образом. Если против наших интересов, никакой лояльности не должно быть. Одним из его высказаний является, наше нынешнее государство, как оно есть, не отражает интересы нации и должно быть демонтировано. Является приверженцем правой политики и милитаризма. Во взглядах национал-революционер является этническим националистом, не исключает вооруженного восстания, если дело в интересах нации. Ну, вот откуда весь этот бред? Да, вот человек просто посидел в интернете, этот старший лейтенант, или, да, старший лейтенант полиции Кирюхин, посидел в интернете, покопался, какой-то бред выкопал, какую-то цитатку из, наверное, миллиона строк, которые я написал, вот одну строчку он откуда-то выписал. Вот это все считается исследованием моей личности. Да, Савельев, как представитель незарегистрированной партии Великой России, регулярно выступает на митингах, собраниях, в ходе которых негативно критикуют действующую власть. Интересно, позитивно можно критиковать действующую власть президента Российской Федерации, сотрудников правоохранительных органов, в том числе, позволяя себе высказывания оскорбительного характера, дискредитирующие указанные органы в глазах общественности. Установлено то, что я кого-то оскорбил и дискредитировал. Исков против меня по этому поводу не было. Ну вот один иск был, сейчас обжалуется в Сарасбургском суде. Надеюсь, что государство Российское потерпит определенный финансовый ущерб от безнравственного решения судей, который шесть лет назад вынес такое определение. Ну вот это все, единственное, что есть. Но об этом господин Кирюхин, конечно, не знает. И поэтому вот этот бред, который он здесь написал, не имеет никакого правового обоснования. Он не дает ни одной ссылки. Вообще вот все, что здесь есть в его рапорте, нет ни одной ссылки. Также установлено, что Савельев принимал участие в митинге, имевшее место не позднее 1 мая 2013 года на площадке возле памятника солдату Отечества по адресу Москва-Люблинская. При этом в высказниках Савельев содержались высказни оскорбительного характера в адрес президента Российской Федерации, органов власти и управления. Никто из этих органов не подал иска о том, что они оскорблены, могли бы подать. Если бы подали, тогда бы господин Кирюхин имел право что-то здесь писать. Сейчас он пишет просто от себя тяну, что были оскорбления, а то он так считает. Но его личное мнение не может иметь никакого отношения к правовому процессу, который идет к расследованию, затем к суду. В ходе указанного митинга также выступал и барабаш, где произнес речь, содержащую признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям власти, в том числе и президенту Российской Федерации. Вот так. Еще приписка какая-то странная. Докладываю на ваше решение. Ну, видимо, майор полиции Агеев подмахнул согласен и отправил следователю на ваше решение. То есть бред силой кобылы. Написал, повыдергав чего-то там из интернета, старший лейтенант Кирюхин, майор полиции Агеев из ЦП, видимо, абсолютно безграмотный человек, настолько же безграмотный, как и Кирюхин подмахнул все это и отправил следователю. Ну, а следователь, что следователь? Следователь затевает противодействие моему мнению как специалиста. Запрашивается в Московской Государственной Юридической Академии. И целая группа людей, обремененных разными статусами научными, пишет еще один бред. Хотя довольно корректно сформулированный, но все-таки это бред. Следствие по делу Кирилла Барабаша заказал экспертизу, поставив перед комиссией экспертов два вопроса. Кстати, каким приказом сформирована эта комиссия? Кто в нее вошел? Как отбирались эти люди? Вообще, что это такое? Какой-то произвол, произвольные, совершенно абстрактные с точки зрения права действия. Какая-то экспертиза формулируется лицами непонятно каким образом отобранными. Ну, представим себе, что они занимаются этим вопросом. Неважно, пусть даже неправовым путем эта комиссия сформирована, но просто посмотрим, что она написала. Вопросы были сформулированы, относятся ли представители власти, в том числе представители правоохранительных органов, чиновники, министры, президент к социальной группе, если относятся, то по каким признакам? Отметим, что признаков не обозначено в этом ответе. Второе. Дать оценку правомерности с научной точки зрения, утверждение относительно первого вопроса, содержащегося в выводах социолого-политологического исследования, проведенного доктором политических наук Савельевым. То есть, рецензию на мое заключение по этому вопросу. Непонятно, зачем разбивать на два вопроса, но уж ладно, так сделали. Кроме как моего текста, никаких других материалов для экспертов представлено не было. Кто вошел в авторский коллектив? То есть, на одной чашу весов моя докторская степень, на другую чашу весов решили положить сразу пять степеней. И все докторские. Демина Лариса Анатольевна, заведующая кафедрой философских и социально-экономических дисциплин МГУА, доктор философских наук, профессор, специальность онтология и теория познания, старшая работа по специальности 27 лет. Губинский Магомед Шахмодарович, заместитель заведующего кафедрой философских и социально-экономических дисциплин Московского государственного юридического университета, кандидат философских наук, доцент специальности социальная философия, старшая работа по специальности 21 год. Нет, все-таки это кандидат наук. Ксенофонтов Владимир Николаевич, профессор кафедры философских и социально-экономических дисциплин Московского государственного юридического института, доктор философских наук, профессор специальной социальной философии, старший работа по специальности, 38 лет. Ну, это явно такой марксистский мастодонт. Черновин Юрий Александрович, профессор кафедры философских и социально-экономических дисциплин Московского государственного юридического университета, доктор философских наук, профессор специальной социальной философии, старший работа по специальности, 31 год. Тоже, видимо, из марксистов. Аркадий Владимирович, профессор кафедры теории государства и права Московского государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук, специальность теории и истории права и государства, история правовых учений, стаж работы по специальности 23 года. При исследовании второго вопроса не принимает участие эксперт Корнев, одного исключили, то есть последний член-корреспондент, он уклонился от обсуждения второго вопроса, хорошо. Исследование проводилось в Московском государственном университете в период с 29 апреля по 30 апреля, там сел, задумался, открыл. По вопросу, может быть, сложнейшему, по которому, наверное, диссертации можно защищать и публиковать целые книги, вот они управились, можно сказать, в один день или в два дня, по полдня поработали. Вечером, да, начали 16.30, закончили 15.30, то есть сутки потратили. Пять человек, как они обсуждали, все это я просто удивляюсь. Скорее всего, кто-то один написал, не знаю, вот Губинский, может быть, Магомед Губинский написал или Лариса Демина, написали все это дело, остальные подмахнули. Я уже встречался с такими вещами. Нравственность ведь и в общественных науках тоже не ночевала. Почему? Потому что так общество воспитывали, вот эта государственная власть, которая нами правит, она так воспитывает общество. Что же они пишут? Исследования по первому вопросу. Социальная группа – одна из трех основных форм социальной общности, общества и в целом. Другими являются социальные организации, социальный институт для понимания проблемы, нужно уяснить взаимодействие всех трех. На самом деле не нужно. И мы посмотрим из текста, что это не так. Что не нужно обсуждать все три понятия, достаточно одного – социальная группа. Ну, вот они захотели. В самом общем виде социальная группа – самовозникающая, устойчивая совокупность индивидов. С первых строк понятно, что государственные служащие не являются социальной группой, потому что они не являются самовозникающей, устойчивой совокупностью индивидов. Они не самовозникают. Они формируются в результате управленческой деятельности высших должностных лиц. Формирование законов, формирование должностных инструкций и так далее. Это не самовозникающая группа. Социальная группа не самовозникающая. То есть, с первых же строк экспертизы прямо сказано о том, что государственные служащие не могут быть социальной группой. Что тут написано дальше? Дальше. Примером социальной группы выступают классы, этносы, демографические поселенщики, профессиональные религиозные группы и многое другое. Но дело в том, что государственные служащие не являются профессиональной группой. У нас могут быть юристы, экономисты, управленцы, администраторы и так далее. Чего только нету на государственной службе, но единой профессии государственных служащих не существует. Это должность. Должность государственных служащих. А профессии разные. И заканчивают разные институты, приобретают разные профессии. Не являются профессией. Не являются классом, не являются этносом, не являются демографической группой, не являются поселенческой группой и так далее. И многое другое. Ни одной группой госслужащие не являются. Специально их никто не создает. Еще раз подчеркивается, это не случайно запись была самовозникающая группа. Они самовозникают и самоисчезают в процессе исторического развития общества и развития общественного разделения труда. Почему здесь общественное разделение труда? Явный такой марксистский налет на всем этом тексте находится. Может быть, господин Чернавин, который 31 год, или Ксенофонтов, который 38 лет работает по специальности, все это написали. В социологии сложилась концепция социальной группы. В соответствии с ней в научной литературе отработана система социально-групповых признаков самовозникновения, саморазвития, ее устойчивость, высокая степень однородности и внутренние взаимодействия, относительно высокая сплоченность членов группы, вхождения группы в более широкие социальные объединения, например, в общество в качестве структурных единиц. Но опять, все, что здесь в качестве признаков указывается, не соответствует государственной службе. Высокая степень однородности. Разнородная эта группа. От секретарши до министра или до президента. Саморазвитие и самовозникновение. Нет таких признаков у государственной службы. Что еще тут? Социальная организация, устойчивое объединение людей, искусственно создаваемая ради достижения определенных целей. Это общественная организация, общественная структура. Государство к этому не относится. Государство это не социальная организация. Государственная служба это не социальная организация. Организации в обществе множество, в экономике, предприятиях, банки, в образовании, в вузы, школы, в политике государственной организации, политической организации, но это уже вранье. Структурная организация представляется как система социальных статусов и социальных ролей, имеющая обезличенный характер. Общество в своих сферах, в экономике, политике, культуре, образовании, здравоохранении и других, функционирует при взаимодействии социальной группы, социальных организаций, возникающей при этом взаимодействии конструкт социальный институт. Социальный институт – устойчивая форма деятельности. Но институт – это не форма деятельности. Это может быть организационная форма деятельности, социальный институт, но это не просто форма деятельности. Здесь ошибку допускают эксперты с этими степенями и длительным сроком работы по специальности. Способ ее организации основан на системе норм правил отношения развития контроля. Этот абзац пропустим, потому что он не имеет никакого отношения к делу. В этом отношении государство характеризуется, во-первых, как социальный институт. Государство, социальный институт, бог в ты мой. Отвечающий потребностям общества в управлении, реализации властных функций. Отвечает? Нет. Сейчас. Никак не отвечает. Это система государственных органов и организаций, представляющих иерархию статусов, иеролей президента, различного рода должностей Федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы, субъектов Российской Федерации, войск и должностей. Эти люди не понимают целые части, они никак не могут понять. Они не понимают, что государство и общество понятия различные, отражающие различные сущности. Пусть они даже называются социальные. Но государство это не социальный институт. Это не социальный институт. Это институт власти, институт политический, какой угодно институт, но только не социальный. Потому что социум, конечно, он может образовывать государство, но само государство, ну как если бы некая группа лиц образовала органы управления своими активами, например. Ну так это же не одно и то же. Общество и государство все-таки разные сущности, даже названия почему-то разные. Да, интересно, что здесь переход такой вроде как вообще говорили, а тут начали говорить про президента, федеральные органы и так далее. Это явно неаккуратность этих так называемых экспертов, потому что говорили вообще и вдруг перешли на президента, федеральные государственные структуры, должность правоохранительной службы и так далее. Во-вторых, безличные институциональные государственные структуры наполняются людьми, так они сами наполняются людьми. Это же самовозникающие и самоисчезающие структуры, да, социальные группы. А здесь говорится, видите, государственные структуры наполняются людьми, профессионалами своей деятельности. Подчеркнем их одновременно принадлежность к другим социальным группам, половым, возрастным, да, в данном случае значения не имеет. Соответствующие должности эти люди занимают, получая, будучи профессионалами в деле организации процесса деятельности различных органов управления. Отметим, профессионалами в разных сферах профессиональной деятельности, в разных сферах профессиональной деятельности. Что тоже означает, что они не создают даже единую профессиональную группу, не то что социальную, даже профессиональную не создают. Трактовка профессиональной деятельности подобного рода закреплена в Федеральном законе 2003 года о системе государственной службы. Гражданин государственный служащий – это гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности Федеральной Государственной Службы и получающий денежное содержание. Никакие представители социальных групп денежное содержание как представители социальных групп не получают. Они могут как должностные лица получать. Общественная организация создана, тогда созданы условия для того, чтобы общественная структура существовала, общественный институт образовался на базе некой социальной группы «Защищая ее интересы». Хотя социальная группа таких полномочий никому не дает обычно, такой возможности просто нет социальную группу так структурировать, чтобы у нее была собственная общественная организация. Тогда создаются несколько общественных организаций, например, несколько творческих союзов для деятелей культуры, или там создаются разные профсоюзы. Один, другой, один угольный профсоюз, другой профсоюз угольщиков. Разные. Поэтому в данном случае нельзя сказать, что какой-то социальный институт представляет интересы всей социальной группы. Он стремится к этому, стремится, да, может быть. В уставе об этом записано. Но устав можно не соблюдать, можно нарушать, могут быть всякие проблемы, процессы и так далее. Поэтому даже если представить себе, что государство является социальным институтом, то в любом случае этот институт не представляет интересы социума в целом и не является представителем интересов какой-то социальной группы. А если стал представителем интересов какой-то социальной группы, ну, например, группы, там, крупные, крупные представители крупных владельцев крупных корпораций, тогда это преступление. Тогда это значит узурпация власти вот этой группой, которая отождествила себя с государственной властью. Профессия государственного служащего отличается политическим характером. Занимаем соответствующие должности. Он наделен государственными властными, организационными, полномочиями и так далее. Пропускаем. Чиновник, термин «чиновник» пришел в нашу жизнь с дореволюционной России. Об этом и я писал. Далее. В отечественных социальных науках по настоящее время нет общепринятого понимания категории социальной группы. Нет общепринятого понимания категории социальной группы. Это должен был следователь прежде всего увидеть, а не заниматься расследованным того, кто такой Савельев, который сказал, что государственные служащие, чиновники, президент, министр не являются социальной группой. Здесь написано черным по белому и больше можно ничего не писать. Нет общепризнанного понимания категории социальной группы. Различив подходы к толкованию данной категории, можно объяснить многими причинами, в том числе очевидным отставанием российской социологической науки от западной. Есть отставание, да, прямо видно из этого текста, что отставание есть даже в методологии науки, не то чтобы в определении понятий. В европейской социологии квалификации представителей власти и иные государственные служащие, чиновники, хвачьи социальной группы являются фактически общепризнанной. Где? Ссылочку дайте, пожалуйста, где общепризнанная является. Это обман. Томас Гоббс первым определил социальную группу как известное число людей, объединенных общим интересом или общим делом. Томас Гоббс это, в общем-то, уже анахронизм, можно сказать, для современной науки. Если говорят, что отставание у нас современное, то как-то на Томаса Гоббса не гоже ссылаться. Тем более, что он писал о государстве, а не об обществе. Его знаменитая книга «Левиафант» посвящена совершенно другому, а вовсе не социальной группе. И здесь в этой цитате не написано, что социальная группа является известным числом людей, объединенных общим интересом, общим делом. Если таким образом определяют и государство, ну это конец всему. Это, можно сказать, что утопили наше государство, наше общество. У них есть обособленный интерес и общее дело, отделенное, видимо, от силы остального общества. Вот таким образом. То есть опираются на самом деле на определение государства и говорят, что это общество. Вот что делают эти так называемые эксперты. В дальнейшем разработка теории социальной группы осуществлялась по двум направлениям. Согласно первому, проблема идентификации группы решалась посредством соотнесения групповых процессов с индивидуальным поведением. Второе направление базировалось на признании группы неких общих интересов. Ну и что из этого следует? Ни о чем. Некто Мертон, социолог из США под социальной группой, понимает совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг с другом, осознающих свою принадлежность к данной группе и признающихся членами этой группы с точки зрения других. Ссылка. Ссылки нет. Опять ссылки нет. Откуда кто такой Мертон, я не знаю. Может быть это какой-то очень великий человек с точки зрения Московского государственного юридического университета. Но ссылки нет. И в цитате, которая приводится, тоже нет термина «социальная группа». Поэтому цитата неполная, некачественно представленная. И она ни о чем не говорит. Осознавать свою принадлежность к членам группы с точки зрения, то есть есть внутреннее признание, что мы являемся отдельной группой госслужащие. Действительно есть такое. Не будем приводить пример. Явно, что внешнего признания государственных чиновников как социальной группы нет. Нет такого. И если есть, тогда докажите, покажите, сошлитесь на какие-то хотя бы социологические опросы. Хотя они тоже все эти вопросы, опросы под вопросом. Социальная группа от социальной общности, наиболее близкой к ней категории, отличается особым типом внутреннего взаимодействия. А именно согласованностью, солидарностью, общими задачами, интересами, ответственностью. Банда разбойников или мафия тоже имеет те же самые категории. Согласованность, солидарность, общие задачи, интересы и ответственность. Это тоже у нас социальная группа, социальный институт или что это у нас? Социальная общность. Что это такое? Нет, все-таки есть некоторые различия. Есть общественные структуры, есть антиобщественные, есть государственные. Этим экспертам как-то не хочется с этим соглашаться. Определенная совокупность людей, индивиду в качестве социальной группы можно признать последующим основанием. Общий социальный признак. Какой для государственных служащих? Нет такого признака. Особая функция в структуре общественного разделения труда и деятельности. Разделение труда и деятельности – это вовсе не тот признак, который может сформировать социальную группу. В разделении труда и деятельности особая функция какая у госслужащих? В разделении труда именно. Может быть юрист на предприятии, может быть юрист на государственной службе. Они занимаются одним и тем же делом. Они профессионалы одного и того же уровня. Какая функция? То есть функция управления всем остальным обществом? То есть есть социальная группа, которая всем остальным социумом будет управлять, и это является признаком ее как социальной группы? О чем вы пишете, господа эксперты, доценты с кандидатами, которые запутались в нулях? Наличие взаимодействия между ее членами. Ну, взаимодействие у нас есть между всеми теперь. Зашел в интернет и взаимодействие со всеми членами любой группы. Взаимное ожидание каждого члена группы относительно других. Ну, нет взаимного ожидания ни внутри социальной группы, ни внутри государственных служащих чиновников. По окружению своему человек может с кем-то там взаимодействовать, что-то ожидать. А чиновник ожидает только приказов от своего начальства и исполнения его приказов от ниже стоящих подчиненных. Вот и все. Это все ожидания. К социальной группе это не имеет никакого отношения. В социальной группе таких отношений нету. Нету отношений, приказ, исполнение, подчинение. Нет таких отношений ни в одной социальной группе. И, соответственно, эти люди, входящие в состав государственной службы, не являются, не представляют единой социальной группы. Не единой и не нескольких социальных групп. Признание со стороны других групп общностей. Нет такого свойства у государственных служащих. Достаточно продолжительный срок существования. А что, собственно, у нас существует? Достаточно продолжительный срок. Закон о государственной службе, что именно существует? Докажите, что у нас некая социальная группа под названием государственной службы существует долго, она никогда не существовала. Или скажите, когда она возникла, при каких обстоятельствах, что является основой для возникновения такой социальной группы. Ничего этого нет, поэтому все это фальшивка, все это обман публики, обман следователя, обман центра противодействия экстремизму и других структур, которые читают подобную ахинею, и у них эта ахинея прорастает в голове и начинает преследовать невинных людей. Принимая во внимание эти основания, признаки представителей власти, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники, министр, президент, являются социальной группой. Бред сивой кобылы. В своей совокупности они образуют механизм, аппарат государства в качестве социальной группы, обладают общим социальным признаком, поскольку являются представителями власти. Оказывается, представители власти – это социальный признак. Как говорится, тушите свет. Выполняют основную функцию в структуре системы разделения труда, то есть образуя механизм, аппарат государства, осуществляет управление обществом. То есть некая социальная группа управляет всем социумом, всем обществом в целом. Бред сивой кобылы. Кроме того, в принципе, государственное управление имеет место в взаимодействии между органами власти, управлением должностными лицами и сотрудниками. Ну и с гражданами ведь тоже имеется взаимодействие. И с негражданами имеется взаимодействие. Взаимодействие есть везде, поэтому это чепуха. Взаимодействие предполагает взаимное ожидание, поскольку представители власти, заключая сотрудников правоохранительных органов, представляют собой механизм государства, функционирующий на основе общности принципов, целей, задач и ответственности. Разве общность принципов, целей, задачи, ответственности Разве у них есть это общее? Нету Есть только приказ, больше ничего Поэтому да, есть декларации некоторые Но социология на то и наука, чтобы выявлять реальное, а не желаемое Вот эти эксперты, которые назвали себя экспертами, которым присвоены высокие научные степени Они не являются учеными таким образом Они выдают желаемое за действительное, желаемое для их начальства А под начальством они понимают, вот как раз кого они всех перечисляют От президента, министров, работников правоохранительных органов и так далее Вот это для них начальство, поэтому у них формулировки такие Представители власти, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники, министры Признаются в качестве отдельной коллективной общности, социальной группы Обществом в целом и его отдельными институтами Я бы хотел знать, кто признал всех этих людей отдельной социальной группой Где это зафиксировано, каким образом Это ложь Механизм аппарата государства в лице его представителя является постоянно действующим Ну и что? Это не является спецификой для какой-либо группы вообще Все группы, как фиктивные, так и основанные на законе Все постоянно действующие Да, только пока их не разгонят Вот пока вас не разгонят, Московский юридический университет Вы будете тогда по своим представлениям считать себя социальной группой А когда разгонят, не будете социальной группой Что тогда с вами делать? Исследование по второму вопросу Это уже дискредитация моего научного статуса Вот эти пять человек, которые подписались Пишут следующее При оценке положений, касающихся анализа понятий социальной группы Образуемой группами социально-групповой структуры Эксперт Савельев в целом верно представляет общую ситуацию в науке Проблема с нашей точки зрения видится не в изложении положения в науке А в их интерпретации и выводах Ну видите, интерпретация это свойство непостоянное Поскольку вы не пришли, уже писали о том, что понятие социальной группы Не является сформулированной однозначно для всех ученых Поэтому свобода интерпретации это свобода научного творчества У вас одна точка зрения, у меня другая точка зрения С какой стати вы свою точку зрения считаете абсолютной Я вот не считаю свою абсолютной, но и вашу тоже не могу уважать Потому что бредни, которые вы пишете, господа доценты с кандидатами Это просто что-то такое запредельное Отсутствие логики и прямое противопоставление себя реальному положению дел в стране Определений социальной группы в литературе действительно множество Однако это свидетельствует не о слабости научного исследования проблемы А о сложности и многоаспектности самого феномена Вот сложности и многоаспектности, вот на этом вы и остановились Нет, вы дальше пишете По сути, то или иное определение, утвердившееся в социологии Отражает какую-либо сторону социальной группы Шлистующая в социологии теория социальной группы На протяжении десятилетий решает задачи научного описания общества И позволяет вырабатывать методики социологических исследований И успешно реализовывать их на практике Я, кстати, дал определение социальной группы Только от противного, что называется Что не является социальной группой Вот точно не является социальной группой То, что создается по приказу Этот вопрос вот эти псевдоэксперты не обсудили Им, видимо, не по силам Головушка не так работает Не так эффективно, чтобы обсудить столь сложный момент Что такое определение вообще Они, наверное, не знают, что такое определение Да, собственно, они его и не дают Его просто нет Они просто перечислили некие признаки социальной группы Половина из которых являются липовыми Вот, а остальная половина относится к чему угодно По сути, то или иное определение Утвердившееся в социологии Отражает какую-либо сторону социальной группы Какую-либо сторону социальной группы Поэтому разное определение Вот, какой хочешь, такой и давай Какую сторону захотел рассмотреть Ну, такую рассматривай Ну, тогда вы и говорите В таком-то контексте Я же написал, что в контексте только можно понять О чем идет речь Идет ли речь о социальной группе Или просто о группе граждан И этот контекст определяет автор высказывания или текста А не вот эти эксперты, которые глупости пишут Особенно в этих психолингвистических своих выработках Существующая в социологии теория социальной группы На протяжении десятилетий решает задачи научного описания общества И позволяет вырабатывать методики социологических исследований И успешно реализовывать их на практике С моей точки зрения, безуспешно реализуют на практике Потому что все вот эти социологи или социальные философы Не понимают, что происходит в обществе И не могут его описать Они неэффективны, крайне неэффективны Поэтому неэффективны государство Потому что оно пользуется представлениями о жизни общества Вот этих людей, которые в этой юридической академии Или юридическом университете продолжают действовать Морочить голову студентам Которые потом превращаются в следователей Или в прокуроров И они потом издеваются над людьми Со своими псевдонаучными представлениями Идут к людям И преследуют их за преступления, которые они не совершали Положение о том, что российское общество Не имеет устойчивых социальных групп Устойчивой социальной структуры общества Значительной мере экспертам абсолютизируется Что значит абсолютизируется? Есть или нет? Есть это обстоятельство, что нет устойчивой социальной структуры Нету, нету Структура современного российского общества Действительно динамична Ну согласились наконец-то все-таки В 90-е годы она радикально изменилась Ее развитие продолжается и сегодня Значит все-таки динамика, все-таки неустойчивость Однако известная сформировалась структура Уже достигнута Вложились основные социальные подструктуры Социально-классовая Это явно марксизм Социально-этническая Ну этническая это отдельно Причем здесь социум Социально-профессиональная Социально-переселенческая Поселенческая Социально-демографическая И так далее Ну а собственно где социальная группа-то? Где социальная группа? Социально-классовая Социально-экономическая Социально-этическая Этническая Бог знает что еще Они не могут Не могут существовать Если отсутствуют Устойчивые социальные группы Как элементы Как элементы их составляющие Ну не могут существовать Они может быть и не существуют А вы говорите что существуют На каких основаниях что они существуют Это вопрос конечно не о государственной службе Это вопрос к науке. Какова структура, какова классификация тех социальных групп, которые присутствуют в обществе? Как к ним подходить? Как с ними оперировать? Как строить законодательную деятельность, которая учитывает разнородный интерес этих групп? А некоторые группы вообще, может быть, подлежат ликвидации? Не знаю, но на эти вопросы социологи не дают ответов. Впрочем, эксперт об этом говорит, противоречив сам себе, указывая на существование устойчивой группы, определяемой по демографическим, антропологическим, культурным, образовательным, имущественным, расовым, религиозным, этническим признакам. Но это все объективно существующие группы, которые выделяются учеными, они самоопределяются, они граждане самоопределяются как члены этих групп. И внешние определения у них отсутствуют. Поэтому это фиктивные социальные группы, социальные группы операциональные для проведения каких-то научных операций. Но это вовсе не те группы, которые действительно осознают свои интересы, самоорганизуются и потом самораспадаются, если такие условия возникают. Помимо прочего, в перечень следует добавить профессиональные группы. Ну, это просто чепуха. Либо социальные, либо профессиональные. А что такое социально-профессиональные? Ну, они, конечно, есть, только понимания у этих псевдоученых нет. Да, учитель – это социально-профессиональная группа. Потому что в традиции функция учительства заложена с незапамятных времен. А профессиональная – потому что людей нанимают в штат, и они заканчивают соответствующие учебные заведения. Это социально-профессиональная группа. А государственные служащие – не социальная и непрофессиональная группа. Анализируя проблему отнесения чиновников и должностных лиц к каким-либо социальным группам, невозможности подобного отнесения, эксперт, с нашей точки зрения, совершает ошибку методологического свойства, суть методологического подхода к данной проблеме, общепринятой в социологии, уже была изложена. Эксперт не различает социальный институт, социальную организацию, как систему обезличенных социальных статусов и социальных ролей, должностных лиц в терминологии эксперта, и социальную группу, складывающуюся по тем или иным признакам. Но ведь нет в тексте ни в моей экспертизы, нет этого развлечения, и я вообще об этом не писал. Социальный институт ни при чем здесь. То есть они говорят так, если мы докажем, что государство – социальный институт, значит государственные служащие – это социальная группа. Это ложное утверждение, хотя эксперты даже это утверждение не способны сделать, но именно на этом они основываются, на этом убеждении. Неутверждение, они не могут это утверждать, потому что не могут это доказать. Поэтому они просто убеждены в том, что государство – это социальный институт. По мнению Савельева, государственные должностные лица по смыслу своей деятельности не могут ни в совокупности, ни раздельно при любом принципе деления подбора воображаемой общности быть соотнесены с социальной группой, ибо социум общества обособлен от государства именно неформальным порядком его формирования и свободы ассоциаций в общественные структуры. Даже если госслужащие входят в какие-либо социальные группы, то это обхождение не может быть связано с их должностными обязанностями, поскольку должностные лица могут относиться к совершенно разным этническим, религиозным, имущественным, возрастным и так далее группам, они не могут представлять собой большой социальной группы. Об этом я написал, они процитировали. Спасибо. Так государство это институт или группа? Эксперты об этом не пишут, морочат голову, морочат голову. И в самом начале они написали, что это самоорганизующаяся структура, а сейчас в своем критическом разделе, не знаю, кто его написал, утверждают прямо противоположное. С нашей точки зрения, пишут эксперты, противопоставление государства и общества характерно для политической науки. В социологии институт государства есть результат взаимопроникновения, интеграции государственных организаций и соответствующей профессиональной социальной группы. Ну это просто вранье, понимаете? Ну не может быть так, что в политологии отделение общества от государства, а в социологии это одно и то же. Это бред сивой кобылы, понимаете? Получается так, политологи против преследования Кирилла Барабаша, а социологи за преследование. Ну это же бред какой-то. И если так, то хотя бы следователь, ну я думаю, что квалификации там вообще никакой нет, поэтому следователь не может уложить себе в голову, что если есть сомнения, то сомнения всегда в пользу того, кого обвиняют. Это еще с Древней Греции исходит, вот судебные процессы в Древней Греции всегда трактовали сомнения в пользу того, кого подозревают или обвиняют. А здесь почему-то прямо в противоположную сторону все работает. Почему бы это? Ну в том числе из-за безнравственности вот этих экспертов, которые морочат голову следователям. Государственные должностные лица, соответствующие статусу и роли в государственных органах, обязательно соотносятся с социальной группой, представители которой занимают эти должности. Ну это просто бред. Одна социальная группа возмышлена всеми остальными тем, что имеет распорядительные функции, управленческие, распорядительные, административные функции. Вы можете себе представить такое общество, в котором существует вот такая группа, выделенная группа, обладающая дополнительными полномочиями по отношению ко всем остальным группам? Соответственно, она, конечно, будет преследовать только свои интересы, потому что такие возможности у нее есть. С какой же стати этой группе преследуют интересы всего общества и других социальных групп, которые противостоят ей. Ведь интересы общества в данном случае, в наших условиях, абсолютно противопоставлены интересам государственной службы. Государственная служба – это одно, действительно, это уже превращается в некий социальный слой, такой паразитический социальный слой, противоположный интересам общества в целом и тех социальных групп, которые, ну, по крайней мере, несут на себе груз государственного строительства. Вот эти чиновники, они просто используют государственный статус и все государственные и социальные институты для того, чтобы обслуживать свои собственные интересы. Ну, вы тогда так и напишите, что по факту вот так, а в правом отношении это еще не определено, и тогда нельзя преследовать человека за то, что он критикует группу, которую они считают социальной, ну, в правом отношении государственные службы, еще не определены как социальные группы, нельзя их преследовать, нельзя преследовать людей за то, что они критикуют начальство, нельзя. В истории общества, еще в Древнем Египте, причем тут Египет, Древней Ассирии, совершенно отчетливо наблюдается процесс возникновения развития вполне определенной социальной группы, присутствующей в государственных структурах. Жуть, бред какой-то. Это уже у нас социальная структура общества, там в Древнем Египте, понятно, понятно, что это вот прямо вот, как будто они подсказывают, что у нас прямо как в Древнем Египте, все именно так. Начиная с 19 века, эта группа приобретает статус профессиональный, поскольку профессии конституируются как таковые только в новое время. Это бюрократы, профессии, бюрократы, это профессии. Говоря словами Вебера, либо чиновники, либо государственные должностные лица, либо государственные служащие. Ну, причем здесь профессиональная группа. Да, там есть сходство профессиональных обязанностей, но профессионалы это разных специальностей. Может быть, там во времена Макса Вебера, может, у него там что-то было написано, но у него нет этого понятия социальная группа. Он его не использует. А эти господа говорят, Макс Вебер что-то сказал, что это вот бюрократы, это на профессиональной основе, это социальная группа, которая имеет определенный профессиональный статус. Ну, нет, не доказано ничего, нет, понимаете, это просто тунеядцы, которые не поработали даже с научными текстами, не посмотрели, какие же есть взгляды на социальную группу. Вот в трудах классика Макса Вебера. Люди, относясь к различным этническим, религиозным и так далее группам, попадают в большую профессиональную группу государственных служащих, объединяющих их лишь в случае, если они способны будущим профессионально выполнять обязанности должностных лиц. Что это написано? Ну, что это написано? Суть социальной политики, которую выражают и реализуют государство, связана с тем, что с его усилиями по формированию необходимой социальной структуры общества, да, интересная социальная группа формирует социальную структуру общества. Как вы это себе представляете? Эти усилия направлены на создание условий для развития социально-групповой подструктуры, как на изменение социально-институциональных образований. Ну, в общем, наукообразный бред. В первом случае, помимо демографии, образование особого внимания уделяется проблемам социально-профессиональной подструктуры. Ладно, не будем дальше. Рассмотренные экспертом документы, подтверждающие высокие нравственные принципы и нормы государственных служащих различных ведомств, еще раз это подтверждают. Ну, то, что они якобы социальная группа. Подтверждает это совсем другое. Жизнь по приказу. Жизнь по приказу. Нравственность по приказу. Этого в социальной группе быть не может. Это один из признаков того, что госслужащие не являются социальной группой. Я об этом написал, но вот эти эксперты ничего в этом не поняли, как я понимаю. Вот этому безличному должностному лицу, пишут эксперты, определяются не только обязанности, права, ответственность, но и нравственные параметры. Ну, представьте себе социальную группу, которой кто-то внешне, извне диктует некие нравственные параметры. Ну, не бывает таких социальных групп. Это тогда не социальная группа. Я об этом пишу. Это доказывает как раз неправильность подхода вот этих социальных философов к проблеме. И у них нет понятия социальная группа. Нет основного признака. Им внешне определяются нравственные параметры. А группа создаётся самопроизвольно. Она саморазвивающаяся, самосоздающаяся. А и нравственные нормы там тоже сами создаются. Они диктуются снаружи. Таким образом, высокие требования, в том числе нравственного характера, которые одновременно предъявляются как личности представителей профессиональной группы, так и должности без личной позиции в государственной организации, ещё раз свидетельствуют о единстве двух социальных структурах. Социально-групповой и социально-институциональной. Ну вот, при чём здесь всё это? При чём здесь социальная группа? И вот это всё. Выводы представителей власти, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники, министры, президенты Российской Федерации, относятся к социальной группе. Это профессиональная социальная группа. Это профессиональная социальная группа государственной служащей. Так профессиональная или социальная? Что такое социально-профессиональная группа? Понятие социально-профессиональная группа или профессиональная социальная группа отличается от понятия социальная группа или нет? В праве нигде нет понятия социально-профессиональная или профессиональная социальная группа. Есть понятие социальная группа. Таким образом, вы, господа, которые работают в юридическом университете, вы вообще ничего не понимаете? Вы не понимаете того, что вы должны исходить из той терминалки, которая есть в праве? В праве нет понятия профессиональная социальная группа. Нет такого понятия. Есть только социальная группа. Таким образом, все, что вы написали, является просто мусором. Просто выбросить в мусорное ведро. К сожалению, следователь у нас вообще ничего не понимает, поэтому не в состоянии оценить всего этого бреда, чтобы выбросить в мусорное ведро все, что вы написали, господа. Второе. Полагаем, что выводы социологополитологического исследования сделали в ошибочной позиции социологической науки. А с позиции политической науки они совершенно правильны. Таким образом, все сомнения в пользу Кирилла Барабаша. Ну и заключение. Заключение состоит в том, что Кирилл Барабаш ходатай стал признанием недопустимым доказательством экспертизы Московской юридической академии. Я его все время университетом. Академия. Академия. Представители, вывод такой, представители власти, в том числе сотрудники, это профессиональная социальная группа. Это лица, действующие не по своей воле. Дальше тут имеется ссылка Кирилла Барабаша на то, что есть указ президента 1995 года, президент, министры. Практически все высшие должности лица России, вплоть до послов и всех федеральных судей, не являются государственными служащими. Это лишь лица, замещающие государственные должности. Преподаватели МГУА этого не знают. Хотя должны бы знать, если уж они берутся за все это дело. Ну, здесь достаточно коротко все написано, поэтому главное вот что. Преподаватели МГУА, они знакомы с опытом отечественной социологии, даже не стесняются в своем заключении заявить об очевидном отставании российской социологической науки от западной. То есть являются недостаточно квалифицированными специалистами, не успевшими в должной степени познакомиться с российской социологической наукой, что подтверждает, подтверждается предъявленными ими дипломами преподавателей марксистско-ленинской философии и аттестатами по кафедрам философии и религиоведения, политической психологии и менеджмента. Еще вот в чем дело-то эти люди, по профессии-то никогда не работали, которое позволило бы им делать вот такие заключения. Ну и, соответственно, Кирилл Барабаш и его адвокат ходатайство о признании всего вот этого бреда, который я прокомментировал, недопустимым доказательством, что пишет у нас мадам Талаева. Мадам Талаева, как самый некомпетентный человек из всех, которые были мной упомянуты, пишет постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства. Это 25 мая 2015 года. Здесь оказывается вот еще майор юстиции Талаева, безграмотный майор юстиции Талаева, пишет, в производстве было такое-то дело, по части 1-й, 282-й статьи, по части 1-й, вот тоже самое, часть 1-я, статья 282-й, часть 1-я, статья 282-й, почему-то в два раза упоминается одно и то же. Вот смотрю и вижу, часть 1-я, статья 282-й, часть 1-я, статья 282-й в отношении Кирилла Барабаша. Одно и то же дело возбуждено два раза по одной и той же статье и одной и той же части. Обвиняется, понятно, поступило ходатайство о признании недопустимых доказательств. Данное ходатайство подлежит отказу по следующим основаниям. Социологическая судебная экспертиза, проведенная группой независимых экспертов, преподавателей Московского государственного университета, почему-то здесь уже университет имени Кутафина. Указанные эксперты, согласно представленным документам об образовании и квалификации, обладают специальными знаниями в области социологии. Оснований не доверять выводам эксперта, а также компетентности не имеется. А у меня имеется, у меня имеется, и я об этом сказал. Но поскольку мадам Талаева человек абсолютно безграмотный, поэтому ее мнение как раз и необходимо полностью не удовлетворить, потому что оно основано на полном незнании предмета. В ходе рассмотрения данного ходатайства также принималось во внимание копия к сцену определения специалистов Социального института Санкт-Петербурга, а также ранее представленные в распоряжении следствия несудимое социолого-политологическое исследование Савельева. Так, специалисты Социального института РАН Санкт-Петербурга в своих выводах не утверждают о том, что представители МВД, прокуратуры, суда, депутаты не относятся к социальной группе. Специалисты акцентируют внимание на том, что недопустимо признавать представителей вышеупомянных организаций лишь в качестве отдельно взятой социальной группы только по одному признаку – профессиональной принадлежности, поскольку одновременно они являются также участниками всего множества социальных образований. Ну, это все правильно, что они являются, но они не являются социальной группой по признаку своей должностной принадлежности, вот в чем главное-то. Ну, дальше пропустим абзац. Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы, проведенных по настоящему уголовному делу, в неоднократных выступлениях Барабаша содержатся признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к представителям власти, в том числе к сотрудникам правоохранительных органов, президентам, министрам, чиновникам, которые представлены как враждебная группа. Барабаша обосновывает необходимость борьбы с ней, в том числе и насильственными способами, а также содержится совокупность психологических и психолингвистических признаков, унижение представителей власти. Ну, я тоже этим занимаюсь постоянно, постоянно унижаю представителей власти, потому что считаю их предателями, изменниками, совершающими множественные преступные деяния против государства и общества. В том числе и госпожа Талаева тоже, как я считаю, является преступником. Вот то, что она пишет, является преступлением. Ну, это не явка с повинной, а это использование должностных полномочий с тем, чтобы обвинить невинного человека, который критикует власти, который достойна критики. И достойна унижения, как по совокупности, так и в отдельности конкретных лиц. Потому что вся эта структура представителей власти не удовлетворяет потребностям общества. Кирилл Барабаш так считает, и я так считаю, и миллионы людей так считают. И вы, мадам Талаева, если так не считаете, то вы являетесь противником нашим, всего общества в целом. И наших, конкретно меня, и Кирилла Барабаша, и всех наших единомышленников. Как следует представленного в распоряжении следствия рапорта оперуполномоченного Кирюхина, Савельев негативно относится к органам власти. Совершенно правильно. Правоохранительным структурам. Совершенно верно. Не исключает вооруженного восстания. Это, конечно, я не исключаю. Оно может произойти, хотя я этого и не желаю. Где это написано, чтобы я желал этого. При этом принимал участие в митинге совместно с Барабашом, где также высказывал негативную критику оскорбления в адрес президента, органов власти и управления. Опять же, критика не является поводом для того, чтобы возбуждать уголовное дело. А оскорбления в адрес кого-либо могут быть поводом для возбуждения дела только в одном случае, если лица, которые оскорблены, подали соответствующее заявление. Я что-то не припомню, чтобы президент Российской Федерации, а также органы власти и управления, они вообще-то не могут выступать в качестве обвинителей. Не могут меня обвинить, потому что я их оскорбил. Я, может быть, оскорбил каких-то отдельных должностных лиц. Был у меня такой случай, что якобы я оскорбил главу Росрегистрации. Но это действительно негодяй. Я его назвал негодяем в депутатском запросе, который отправил его начальнику. Действительно, он негодяй. Господин Васильев, который у нас душил все политические партии, когда они пытались зарегистрироваться до изменения в законодательстве. Да, вот этот человек подал суд на меня, что было оскорбление, что я затронул честь и достоинство. Суд присудил мне 400 рублей штрафа. Сейчас мы это дело, наконец-то до него дошли руки в европейском суде. Я надеюсь, что европейский суд здесь сработает и все эти глупости российского законодательства исправит. Но вот этот бред, который написан мадам Талаевой, он, конечно, является для меня оскорблением. Я отправлю, не буду в суд обращаться, потому что в суд обращаться бесполезно. Я направлю ее начальству в сообщение о том, что госпожа Талаева и господин Кирюхин откуда-то взяли, понаписали всякого бреда. Они внесли весь этот бред в основание для того, чтобы отказать в удовлетворении ходатайства. Нанесли мне личное оскорбление в документах уголовного дела. И результатом этих оскорблений, которые нанесены мне, было постановление отказать в полном объеме удовлетворения ходатайства по Кириллу Барбашу. Таким образом, подводя итог, мы скажем так, это довольно длинное дело, направленное на то, чтобы создать прецедент. Прецедент того, что государственные служащие считаются социальной группой. И любая критика в адрес этих госслужащих может служить поводом для возбуждения дела по 282 статье. По причинам того, что человек, который критикует государственных служащих, государственную власть в целом, или отдельные институты государственной власти, правоохранительные органы, совершает преступление. Таким образом, 282 статья еще раз подчеркнута становится политической статьей. А это преступление против конституционных норм. Это преступление против государства и общества. В этом деле задействован Центр противодействия экстремизму, прежде всего, Центрального административного округа Москвы. Следователь Талаева, то есть следственные органы, эксперты Московского юридического университета, прежде академии, перечислены были мной эти фамилии. Все эти люди действуют для создания определенного прецедента. Этот прецедент, это прецедент преступный. Поэтому я предупреждаю всех этих лиц, которые задействованы в этом процессе против Кирилла Барбаша, что они совершили уже преступление, преступные деяния. И впредь они будут подлежать ответственности за свои преступные деяния. В том числе и те люди, которые фальсифицировали научную экспертизу, тоже являются преступниками. Вот эти марксисты-ленинцы, которые написали бред, они являются преступниками, потому что их деяния являются причиной того, что против Кирилла Барбаша предпринимаются следственные действия, которые нарушают его жизненные интересы, подрывают его жизненные устои, мешают ему заниматься общественно-политической деятельностью, это политические преследования, и угрожают ему уголовным преследованием. Если вы, господа доктора и кандидаты Московского юридического университета, считаете, что вы вправе против человека создавать вот такие экспертные заключения, а вы были в курсе того, на основании чего требуется вот эта экспертиза, которую вы подписали, раз вы были в курсе, вы осуществили осознанное преступное деяние, осознанное преступное деяние, фальсификацию экспертизы, причем это заведомо фальшивая экспертиза, и это может быть доказано из текста этой экспертизы, потому что в начале экспертизы вы писали, что социальная группа самовозникающая, саморазвивающаяся и самоисчезающая структура общества, а в конце вы уже пишете, что эта структура создается приказом, законом. Если так, то вы противоречите сами себе, в некоторых случаях вы прямо указываете на то, что ваше исследование является фиктивным, вы не привели ни одной научной ссылки, вы привели цитаты, не сославшись, откуда вы взяли эти цитаты, вы в расширенном порядке не прокомментировали, что писал там Гопс или Вебер или какие-то зарубежные источники, на которые вы ссылаетесь и цитируете там по одной строчке, от вас требовалась научная экспертиза, А вы что дали? Как вам не стыдно? Вы же просто дискредитируете научное сообщество, мне вообще стыдно к нему принадлежать, поэтому лучше я буду в политической науке, чем в социологической, которую вы представляете. И лучше я никогда не буду пользоваться марксистской методологией, как вы это сделали. И сделали это, совершая преступление, моральное преступление прежде всего, Преступление перед научной истиной и преступление перед человеком, которого преследуют на основании вашего вот этого паранаучного бреда. Гражданам я скажу, наука, конечно, требует уважения к себе, но отдельные представители науки, которые имеют даже пусть высокие звания, степени, не являются учеными, даже если они преподают в каком-нибудь университете, в какой-то академии, даже если они публикуют какие-то статьи, являются главными редакторами, членами-корреспондентами, академиками и так далее. Если они совершают аморальные поступки, то за ними не может быть и никакой науки, потому что наука предполагает любовь к истине, установление этой истины, сомнения в том числе в тех истинах, которые эти люди, ученые, сами пытаются утвердить и открывают их. А то, что мы видим в этой экспертизе Московского юридического университета, это прямо противопоставление себе как моральным устоям нашего общества, так и науке.